Музыка Когда я впервые обратила внимание на эту, близко обратила внимание на эту породу, то есть влюбилась в 2006 году, такого количества красивых породных тазы было не так много. А может быть даже они и были, но не было интернета и не было связи с разными регионами. Сейчас благодаря интернету идет постоянный обмен информацией. Сейчас у нас достаточно большое количество тазы по Казахстану. В чем их отличие от других охотничьих собак? Ну видите, у каждой собаки охотничий, не охотничий свое предназначение. В быту они незаметные собаки. Это немаловажно, чтобы в быту она нам не мешала. Но когда мы выходим на охоту, все, это совершенно уже другая порода. Во-первых, они очень выносливые. Они могут сутками ходить за конем, экономя свои силы. И выстреливать только тогда, когда упали на след дичи. Они выносливые. Они развивают скорость могут до 80 километров. Но это кратковременная скорость, конечно. Они маневренные. Тазы иногда поражаешься. Как они могут на ходу сориентироваться и это секундное поменять направление движения. У них обалденный нюх. Они по ветру хорошо работают и хорошо идут по следу. Видно это в работе. Либо они встали, понюхали и пошли по верхнему запаху. Либо они упали на след зверя на земле и пошли по следу. То есть у них хороший нюх. У них очень зоркий взгляд. Они могут увидеть движение зверя на снегу. И, конечно, немаловажно. Любовь к людям. У них обалденная любовь к людям. Любовь к детям. Это нужно, чтобы с нашим щенком, с нашей взрослой тазы мы не боялись ни за детей. То есть никогда я тазы не слышала по отношению к человеку рычания. Никогда. Тазы, они очень недоверчивые к чужим людям. С хозяином они чувствуют себя совсем по-другому. Есть собаки, которые счастливы видеть всех. Любой может взять на поводок эту собаку, пойти. Любой может взять. Тазы не такое. Тазы очень осторожно следить за чужими людьми. Они могут... Некоторые называют это трусостью, когда они вот так немножко в сторону от чужого человека. Нет, это не трусость. Тазы не боятся.